Здравствуйте, уважаемые коллеги и участники конференции. Юрий Николаевич Мерков, 13-я школа города Орла, учитель технологии. Сегодня вашему вниманию представляю, пусть может быть и небольшой, но опыт и результаты своей педагогической деятельности по использованию материалов платформы Stanford. Чтобы рассказать об этом, в своем выступлении я выделил три ключевые составляющие. Это проектная деятельность в рамках урочной и внеурочной деятельности, наставничество и экспериментальная площадка, организованная на базе нашей школы. В учебной программе предметной области технологии после изучения разделов по традиционным современным технологиям у нас, как правило, в конце учебного года мы занимаемся учебным проектированием. Ребята выполняют индивидуальную или коллективную самостоятельную работу, и формой представления результата проектирования является изготовленное изделие, написанное, оформленная пояснительная записка с электронной презентацией для защиты проекта. К сожалению, большинство наших проектов носят художественный характер. И после последних несколько лет я стараюсь ориентировать проекты ребят на то, чтобы проекты выходили из художественной составляющей в научную, с технической, чтобы максимально повышался уровень творчества обучающихся, когда мы с ребятами стараемся не только воспроизводить существующие изделия, но и изменять их, совершенствовать, стремясь создавать что-то новое. Часто вместе с учениками мы реализуем проекты междисциплинарного характера, и, следовательно, обучение школьников выходит за рамки учебного предмета технология. И ребята учатся применять знания из различных областей в конкретной ситуации. На стадии выявления актуальных проблем, генерации идей, выбирая тему проекта, используется командная работа с применением современных методик, инициации мышления. Это может быть мозговой штурм, это инверсия, метод фокальных объектов, метод морфологического анализа. И для постановки цели используется технология SMART, чтобы учимся ставить цели конкретные, измеримые, значимые, достижимые, ограниченные во времени. Обучающийся учится в командах выполнять задания, визуализировать и презентовать получившиеся первичные результаты. Также на стадии выбора тем проектов мы дополнительно используем информационные материалы платформы Stanford, после чего типологию проекта ребята выполняют самостоятельно. И моя задача как педагога – сделать, организовать эту работу эффективно. Все этапы проектирования пронизаны командной работой, кроме этапа изготовления изделия. Индивидуальная или коллективная форма работы зависит от сложности будущего изделия. И ребята на данном этапе изготавливают, испытывают собственные изделия, выявляют и пробуют определять, устранять недостатки. Примерами могут служить проекты прошлого учебного года. Один ученик рассматривал малоизученную технологию криволинейного точения, а второй пробовал подбирать оптимальный вариант технологии изготовления изделия при проектировании изделий на примере изготовления бомбарда, макета. Данные проекты не только участвовали в тематических конкурсах, но и в научно-практической конференции, но вошли в число победителей. Использование технологии проектного обучения способствует развитию творческих способностей обучающихся и критического мышления формирует метапредметные навыки. Выработанная система работы, направленная на получение предметных и метапредметных навыков, приводит к хорошим количественным и качественным показателям. Вовлеченные в проектную деятельность мои ученики реализуют проекты, которые не оставляют равнодушными, можно сказать, всех, и находят высокую оценку членов жюри различных конкурсов и олимпиад. Отмечается повышение качества участия обучающихся в различных соревновательных мероприятиях и увеличилось количество победителей, призеров, конкурсов и олимпиад различных уровней. Практикую наставленничество с обучающимся, учебные интересы, которые выходят за пределы школьных программ. Ребята обращаются с просьбой помочь поучаствовать в конференции, по результатам которой он хотел бы получить дополнительные баллы при поступлении в университет. Один ученик обратился с просьбой помочь попасть на смену в Сириус. С такими обучающимися я составляю и реализую программу «Маршрут для достижения цели». Так, обратившийся ко мне ученик 2019 года нашей школы, чтобы получить дополнительные баллы, под моим руководством принял участие в научно-практической конференции, стал победителем номинации, что дало ему 10 дополнительных заветных баллов при поступлении в наш Орловский государственный университет. С обучающимся девятого класса, который хочет попасть в Сириус, для наполнения портфолио мы принимаем участие в конкурсах тематической направленности. В 2018-2019 учебном году он занял призовые места и становился победителем как на муниципальном, региональном, так и на всероссийском уровне в конкурсах, олимпиадах. И одними из самых интересных, наверное, были два конкурса, организуемые платформой Stanford. Это «Разыскиваются инженеры» и «Снова в мир хай-тек». Он выполнил требование было пройти курсы обучения и написать эссе, и рекламу придумать. В этом учебном году я познакомился с действующими патентоведами, патентными поверенными двух университетов и двумя изобретателями, которые для ребят готовятся даже на общественных началах проводить мини-курсы обучения по развитию навыков изобретательства и ознакомления с технологией патентоведения. Думаю, это позволит повысить мотивацию к обучению, интерес обучающихся к инженерному делу, дополнительно профориентировать их на получение инженерных профессий. И третья составляющая, по которой у меня скорее больше вопросов, чем ответов, это организованная в этом учебном году экспериментальная площадка на базе нашей школы по стим-образованию при поддержке городского методического центра. Мы подготовили необходимую документацию для запуска проекта и начали ее реализовывать. Цель – это использование в учебном процессе стим-технологий посредством интеграции урочной и внеурочной деятельности с привлечением ресурсов дополнительного профессионального образования для формирования инженерного мышления обучающихся. И, условно, проект поделили на три этапа реализации в течение трех учебных лет. Первый – это диагностика проекта, который начался с формирования команды проекта. И на основе результатов диагностических работ, по выявлению уровня сформированности инженерного мышления обучающихся, педагоги в этом учебном году будут составлять программы. И предполагается, что основным информационным источником, контентом платформы Stanford будет организовано научное сообщество обучающихся на базе школы. Планируется провести мониторинг и подготовку документации на грантовую поддержку с целью улучшения материально-технической базы, поскольку бюджет площадки минимальный. Содержательный деятельностный этап будет заключаться в обучении по авторским программам педагогов и в сетевом взаимодействии с индустриальными партнерами. На рефлексивном этапе ключевыми задачами будет обеспечение устойчивости достигнутых в ходе реализации проекта результатов, диссиминация инновационного опыта. Ожидается, что продуктом деятельности будут методические материалы педагогов, функционирование моделей работы педагогов в области научно-технического творчества обучающихся, высокий уровень сформированности инженерного мышления обучающихся. И данный проект позволит выйти на новый уровень обучения в инженерно-технологическом направлении. Это все направлено на то, чтобы, как говорил Максим Горький, раскрыть в каждом своем ученике мудрую силу строителя, дать ей волю развиваться и расцвести. Спасибо. Спасибо.